Это день города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема выпуска. Новый год по-семейному. Городские власти торжественно открыли цикл праздничных мероприятий и пообещали рязанцам сюрпризы. Газанули перед праздниками. В местечке Шпалозавод уже вовсю подключает дома к желтой нитке. На свободу с новой профессией. В двух исправительных учреждениях производство вышло на федеральный масштаб. На Лыбецком бульваре официально стартовал марафут новогодних мероприятий. Массовых торжеств не будет, но, как считают городские власти, это не помешает сказке заполнить улицы Рязани. Как это будет? Марина Романюк. Великолепная елка будто со страниц красивой детской книги. Возле цирка на Лыбецком бульваре станет центром всех событий в эти новогодние праздники. Как раз возле нее и дали старт торжества. Лыбецкий бульвар – это основная площадка празднования. Видите, как он красиво украшен у нас. И тут пройдут все мероприятия, которые мы запланировали. В этом году не будет массовых мероприятий. Мы прислушались к мнению горожан и понимаем ситуацию. Поэтому все мероприятия будут семейного, детского формата. На Лыбецком бульваре будет организована зона, проект День рождения Нового года. Мы в этом году хотим рассказать людям, как рождался Новый год, как мы пришли к тем традициям, к которым мы уже привыкли и которые в наших семьях мы продолжаем. История Нового года, каким мы знаем этот праздник, началась с эпохи Петра Первого. Он же ввел традицию украшать дома елку. Вот это и многое другое узнают тем, кто планирует приходить на центральные улицы в течение праздников. На Лыбецком бульваре будет также организована мастерская снеговика, где горожане вместе со своими детьми и семьей могут прийти и сделать какой-то новогодний сувенир для своих родных, близких, знакомых. В этом году также стартует проект «Рязанский почтальон». Он очень полюбился горожанам в период новогодней столицы. В этом году мы опять запускаем этот проект. Это такая интерактивная, централизованная экскурсия по улице Почтовой. Милостивые государи, по поручению Деда Мороза со 2 по 8 января каждый день в 18.00 в 6 часов вечера я буду выходить на улицу Почтовую для того, чтобы собирать ваши письма для Деда Мороза. Еще одна задумка связана с русскими традициями. И хотя лошадей на улицах города сегодня не увидишь, организаторы сумели придумать альтернативу русской тройке. В этом году мы запустили новый проект. Называется он «Катание на тройке». Это такая любимая русская забава. И в период тоже новогодних праздников площадкой станет троллейбус номер 3. Он будет стилизован под Ямщицкую. Там будет настоящий Ямщик. Будут централизованные представления, фотозоны. Поэтому горожан и гостей города, конечно, приглашаем прокатиться на нашей такой рязанской тройке. В торговых рядах уже стартовала новогодняя ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. Это и гастрономические бренды, и сувениры. В общем, скучать не придется точно. Со 2 по 8 января каждый день будет насыщен волшебными событиями. И рязанцы этому несказанно рады. Конечно, обязательно. Готов обязательно посетим. Все вместе, всей семьей кататься будем. Ну и тройку, как это, троллейбус. А, вот это троллейбус. Да, обязательно проедемся. Ребенок каждый день будет ездить. Да, я в школу езжу на третьем троллейбусе. Каждый день буду. А письма Деду Морозу уже пишешь или уже нет? Да, уже написано. Планировали первый раз сходить на каток с ребенком. Купили даже коньки двухполозные. Вот попробуем. Начнем с этого. А как город украшает? Что понравилось? Особенно, конечно, Лыбецкий бульвар очень красиво. Везде хочется пофотографироваться. Планируем все посетить, потому что все будет очень интересно, увлекательно. И программа в этом году насыщенная, в принципе, как никогда, даже несмотря на современные условия. В этом году очень хорошо подошли к украшению, особенно Лыбецкого бульвара. У нас такого в городе, мне кажется, не было никогда. Ледяные скульптуры, наверное, ему понравились. Мы в том году уже ходили. Очень классные. И каток хотим посетить. Почтайте вязать! А как украшение города? Очень классное. В том году, по-моему, такого не было. Очень красиво все светится. Начала свою работу резиденция Деда Мороза и новогодняя почта. Так что уже можно отправлять письма с желаниями. Не обойдется и без парада Дедов Морозов. Веселить людей только музыка новогодняя, новогоднее настроение, оливье и все остальное, что положено русскому человеку. И хотя до Нового года осталось еще чуть больше недели, настроение праздника уже витает в воздухе. А организованные мероприятия помогут окунуться в волшебство всей семьей. В Рязанском местечке Шпалозавод начали методично подключать жилые дома к желтой нитке газопровода. Этого события здесь ждали без малого полвека. Внутридомовое подключение взяли на себя сотрудники компании «Зеленый сад». У Дины Кравченко газа в доме не было больше 50 лет. Полвека жителям поселка Шпалозавод приходилось таскаться с баллонами. Так это называют местные. Кто помоложе, ездили за 3-9 земель заправлять сами. Кто постарше, нанимали машину. И такая история есть у каждой семьи. Я здесь живу 47 лет. Это все без газа мы. И моя бабушка жила здесь. Все без газа. Ну то есть сколько существует завод, столько и все эти дома без газа. Хотя мы кругом в газовой развязке. Кругом здесь на заводе есть газ, вот там есть газ, а здесь вот газ как-то нам. Теперь работа у поселка Шпалозавод кипит. Бульдозеры мируют землю, готовят траншею для газопровода. Жители называют это никак иначе «Случилось чудо». Чудом этим стала компания «Зеленый сад». Как рассказал Андрей Казаков, директор управляющей компании «Зеленый сад. Мой дом», группа компаний всегда выступает застрельщиком там, где в течение долгого времени жители не могут решить накопившиеся проблемы. В данный момент совместно с Горгазом, совместно с администрацией разработана дорожная карта по газификации данного района. На сегодняшний момент этап номер один – это заполнение подземного газопровода и врезка в некоторую часть домов по поселку Шпалозавод. Задача первого этапа – подключить все дома поселка. До Нового года в приоритете многодетные семьи и ветераны. А уже после – и весь поселок. «Очень даже обидно, что данный поселок находится в 15 минутах ходьбы от нашего малого центра, но до сих пор нет газа. Пользуясь своими возможностями, мы оказываем финансовую помощь в организации газоснабжения внутриквартирного, организации проектных изыскательских работ. Поэтому мы хотим, чтобы у людей, у наших жителей была, наконец, достойная жизнь». Задача номер два – провести тепло в каждый дом. Но для того, чтобы изменить технологическую карту, нужны согласования. Но строители обещают, что уже до июля все работы по теплоснабжению будут выполнены и жить здесь станет комфортно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Доступность сети интернет в отдаленные уголки Рязанской области стала отдельной темой на заседании правительства. Основные вопросы возникают сегодня по покрытию сигналом населенных пунктов от 100 до 500 человек. И в следующем году региональные власти решили взяться за эту тему серьезнее. Обеспеченность интернетом отдаленных сельских районов сегодня уже не просто некрасивые цифры в отчетах, а реальный тормоз развития сектора финансовых услуг. Сегодня на руках у рязанцев более 2 миллионов 300 тысяч кредитных карт, но воспользоваться ими можно не везде. Банк России приводит не самую приятную статистику. Опрошены были жители 1111 населенных пунктов. Так как расплатиться безналично в сельской местности часто бывает затруднительно, жители чаще всего говорят о желании снять наличные средства. Это показатель более 38%. Но оценка доступности данной услуги сложилась на уровень ниже 11%. Из-за особенности обеспеченности сельских населенных пунктов на первый план выходит возможность получения услуг в дистанционном формате. Но развитие этих услуг сдерживает внешние факторы. В 411 из 1111 опрошенных населенных пунктов доступ к интернету неустойчивый, либо есть не на всей территории населенного пункта. На общероссийском фоне по доступности сети интернет Рязанская область в середнячках, но это уже начинает немного раздражать, в том числе губернатора. Ко мне действительно не раз обращались жители во время встреч с просьбой поставить банкомат, довести какие-то услуги дополнительные. Хочу поблагодарить банки, обычно реагируют быстро, эти вопросы решаются. Но все равно вижу, что где-то у нас по-прежнему проседает возможность получения финансовых услуг. Если будет интернет, там будут либо точки доступа Wi-Fi, либо мы делаем кэш-аут, потому что сейчас у нас полторы тысячи кэш-аутов есть в сетевых ритейлеров. Но те же, например, главы муниципальных образований, мы хотим к ним вместе с кредитными организациями, с министерствами, которые я озвучил, приехать и рассказать плюсы. Пока что у регионального министерства цифрового развития вся надежда на федералов. Собственные планы довольно скромные. В следующем году интернет появится лишь в 23 из 400 с лишним населенных пунктов. Остальные могут временно помочь поставщики сотовой связи. Хотя бы с точками Wi-Fi. Спонсор нашей программы – ярмарка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные морепродукты возле торгового центра «Премьер» работает до конца этой недели. Сегодня производственные службы Уголовно-исполнительной системы отмечают 120 лет со дня создания. В двух колониях Скопинского района швейное и металлообрабатывающее производство вышло на промышленные масштабы, в том числе из-за проведения специальной военной операции. Этот рабочий день осужденного Дмитрия Фомина от привычного неотличим. График плотный 5-2. Сейчас он, например, выполняет заказ по пошиву специальных чехлов для очков, а также сумок для шлемов и бронежилетов. Все для военнослужащих. Заказ достаточно объемный. 100 тысяч чехлов. Продукция сейчас Минобороны предоставляет нам много работы. Спасибо огромное за это. Благодаря такому заказу осужденные могут выплачивать штрафы и возмещать расходы на свое содержание. Плюс налоги в региональный и федеральный бюджет. И это центр трудовой адаптации исправительной колонии номер 3. Швейное производство здесь основное. Заказчики в основном внутрисистемные. Но есть и частные и коммерческие организации, а теперь еще и Минобороны. На производстве у нас задействованы две смены. В первой смене в районе 250 человек, в вторая смена 100. Полностью снабжены мастерским составом. У нас обеспечивает надзор за осужденными на рабочих местах вольные мастера и аттестованные. Всего в Рязани области есть 6 таких центров трудовой адаптации. Работает здесь больше 2000 человек. Основные направления – швейное дело, металло и деревообрабатывающее производство. И товары народного потребления. Здесь у нас на территории колонии есть ПТУ, который обучает всем специальностям. Практически там большой перечень специальностей. И осужденный, попадая сюда после СИЗО, имеет возможность научиться и в то же время трудом исправиться. Исправить свои ошибки, какие совершены были на воле, если таковы имеются. А это уже исправительная колония номер 5. Рабочих мест здесь почти 500. В этих цехах собирают скамейки и урны для парков, а также дорожные ограждения, лестничные марши и даже защитные коробки для кондиционеров. Взаимодействие с бизнес-сообществом у нас осуществляется на взаимовыгодных условиях. Как правило, бизнес-сообщество предоставляет нам технологии производства, материалы, оборудование. Мы предоставляем рабочие места и спецконтингенты. Рабочих мест хватает, говорят в Центре трудовой адаптации осужденных. Тем более, что неделю назад ВК-5 открылся свой швейный цех с упором на зимнюю спецодежду. Зарплату, конечно, с обычной не сравнить, однако осужденные получают привилегии другого рода. Помимо обучения и наличия профессии, есть шанс получить УДО при определенных условиях. Да к тому же, как нам рассказали в Центре трудовой адаптации заключенных, еще не было случая, чтобы после освобождения человеку не нашлось бы подходящей профессии. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в Рязань. Она работает рядом с центральным входом торгового центра «Премьер» с 19 по 26 декабря. Здесь любители морских деликатесов могут приобрести вкусную и полезную продукцию. Каждый раз у павильона «Икра и рыба Камчатская» очередь все больше. Кто-то уже давно стал ярым фанатом рыбных деликатесов. Все же выставка продажа приезжает в Рязань далеко не в первый раз. И постоянные покупатели уже знают, что выбрать. Например, чавычу, которую еще называют «Царицей морей». Мы икру купили, белорыбецу и чавычу, кусочек. Уже несколько раз покупаем. Очень вкусно. Икра считается чавычу самая крупная. Очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень-очень приятно, что такая забота о нас. Чавыча, палтус, белорыбеца. Рязанцы могут выбрать любую понравившуюся рыбку из богатого ассортимента. 35 наименований. Настоящая раздолье для оценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Я икру беру. А почему икорочку? Ну, Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год. Все-таки праздник большой, Новый год. Прошлый приезд был их. Я покупал у них и красную икру, и рыбу красную, и белую пасу. Нас всех удовлетворило. Рязанцы рассказали, что выставка эта привлекательна и потому, что любую рыбку или икру можно попробовать. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 25 декабря включительно. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 19 по 25 декабря. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин